Всем большой привет! Меня зовут Светлана. Добро пожаловать на мой канал. Сегодня хочу показать вам те каналы, которые я смотрю на YouTube именно с целью расширения своего словарного запаса. Для прокачки вокабуляра, для того, чтобы проработать грамматику, быть в курсе самого свежего, актуального, интересного. Передавать это своим студентам, конечно же. И использую очень часто эти все находки, фразы, выражения в TikTok, в Instagram, где я преподаю английский для всех желающих. Я думаю, многих из них вы знаете. В этой подборке многие люди чем-то похожи. Они мне импонируют как личности, как профессионалы. Мне нравится картинка, подача и самое главное, красивое произношение. Все они говорят четко, понятно. Это будет актуально для всех уровней. Смотреть приятно, слушать приятно и при этом полезно. Первая девушка это Марина Могилко. Я думаю, многие из вас ее знают. Канал здесь называется Lingva Marina. Уже практически 3 миллиона подписчиков я вижу. У Марины, с чем ее поздравляем. Есть у нее русскоговорящий канал. Там у нас, по-моему, так и называется Марина Могилко. Она в основном показывает свою жизнь. Я обожаю Марину. Я знаю, не все ее любят так, как я. Это нормальное явление. Нельзя нравиться всем. Марина шикарный мотиватор для молодежи. Я передаю ее в первую очередь всем моим студентам-тинейджерам, которые потерялись. Куда идти? Что сдавать? Куда поступать? Как дальше жить? Сейчас, к сожалению, такое время настало, что многие действительно не знают. Или начинают, потом жалеют. Вот сейчас у меня есть студенты, которые через пару месяцев сдают экзамен на вопрос, ты уже решил, куда ты будешь поступать? Они отвечают нет. Вот Марина шикарно мотивирует такую молодежь. Она сама исследует рынок труда. Было у нее видео о профессиях на английском, конечно, которые будут актуальны в ближайшие 5-10-15 лет. Это просто незаменимая информация для тех, кто ищет такую информацию в первую очередь. И вот даже для меня я много чего узнаю впервые благодаря Марине. И я вижу, насколько она отдается, насколько она горит своим делом. Лет 5 назад Марина переехала из Санкт-Петербурга в Америку. И это тоже большой плюс, потому что Марина часто говорит именно о том, как же говорят американцы, что лучше использовать, как звучать natural, как быть похожим на native speaker, когда мы говорим и используем английский язык. И она создала свою компанию, которая вот за 5 лет уже достигла больших результатов. Она помогает как раз студентам по всему миру поступать, оформлять документы. И она очень часто говорит о том, как распределить время, как изучать английский, конечно же. У нее часто видео о том, какие там 50, 100, 500 фраз, идиом актуально использовать в конкретных ситуациях. Очень часто о ошибках, которые делают в основном изучающие такой себе Russian, American Russian. В общем, Марина замечательная девушка, и она излучает много радости и позитива. Давайте послушаем. То есть вот настолько еще и актерские способности у Марины развиты. В общем, одни восторги, очень советую, и особенно тинейджерам. Следующая девушка, сейчас я ее найду. Вот, the English coach. Давайте послушаем, как звучит красивый американский акцент, так, рекламы. Are you ready to improve your English? Так, попытаемся подождать, пропустить и услышать именно ту девушку, которую мы хотим услышать. Просто шикарный у Стефани английский язык, конечно же, потому что она живет в Америке, но она прекрасный именно такой ментор для преподавателей, в первую очередь, конечно же, ну и для тех, кто находит какие-то сложности в процессе изучения. То есть здесь больше о том, как быть fluent, как запоминать слова. Много всего, конечно же, тоже есть и фразы, и выражения, но в основном, как преодолеть этот барьер, почему нам так сложно в каких-то моментах, почему мы не слышим, как они говорят, почему мы испытываем какие-то трудности, сложности в запоминаниях. В общем, очень-очень шикарный английский, и я ее слушаю как аффирмации. Это для меня просто такой релакс, и, конечно же, информативно, интересно, полезно, и очень часто у нее тоже бывают какие-то интересные собственные наработки, свой сайт, я так понимаю, свои программы. В общем, советую. Следующий канал, который я хочу вам показать, называется Learn English with TV Series. Шикарно! Здесь указана страна Испания, но парень говорит просто превосходно. Давайте включим вот по разным сериалам, и тут вот про друзей, да, посмотрим. Так, тоже уверена будет реклама. Куда ж без нее. Так, пропустим. И попробуем услышать. Я уже тут немножко перематываю. Да, на хорошее место попали, да. Вот часто он просто показывает кусочки из сериала, потом он, конечно же, с субтитрами это все прописывает, потом он просит повторить, он объясняет вот таким образом какие-то интересные cultural moments, да, то есть какие-то даже специфические для Америки, и для Англии моменты, почему именно это, что это означает. Вот про тик-так у нас тут в данном случае. И просит повторить. Так, как тут суть? Обычно разбито все на несколько частей, то есть чтобы небольшая порция информации сразу пошла. Да, то есть конкретный разбор по фразам, по словам, какие-то еще дополнительно добавляются нюансы, и очень мне нравится, потому что все самые актуальные фильмы, знаменитые сериалы, тут и про Гарри Поттера, вот если посмотрите, друзья, в общем и Билли Айлиш, все, 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 что сейчас тоже смотрят, слушают, и в такой классной подаче, интересной. Я даже с юристами брала сериал «Сюд». Да, вот еще и вопросы какие-то можно обсудить. В общем, такой целый мини-видео урок, мне очень нравится, и классные фразы, выражения, потому что сериалы – это самое то место, где как раз вот этот и сленг, и самые-самые информал вещи, которые мы ищем обычно. Так, и еще три девушки хочу вам показать. Первая из них – это Ванесса. Вы слышите, насколько это каждый звук проговорен, это просто, это просто шикарно, это замечательно, и особенно студентам, которые имеют такие какие-то свои сложности в понимании речи на слух, это просто, ну, разжевано, разложено по полочкам. Вот даже слов у меня не хватает, насколько это прекрасно. Ванесса проживает в Америке, у нее тоже есть семья, сын, она часто показывает вот видео, как они вместе пекут какие-то печенюшки, и вся лексика, связанная с этим, присутствует видео, просто такая работа титаническая, такой труд. Это всегда очень много фраз, очень много выражений, часто разбиты по темам. Замечательная девушка и американский английский. Следующая девушка из Австралии. English. Надеюсь, вам было слышно. Это уже акцент имена австралийские, но при этом не менее четкий, не менее понятный, чем у Ванессы из Америки. Тоже много подписчиков, тоже очень много видео, все и про грамматику, и про лексику, в общем, все, что может быть связано с английским языком, у нашей Эммы есть. Советую. И есть еще одна девушка. Так, сейчас найду. Люси. Люси, это уже Великобритания. То есть разные акценты. Америка, Австралия, Великобритания. Эту девушку тоже, думаю, вы видели и знаете. Посмотрим немножко. Вы слышите, какой это красивый, литературный английский, шекспировский английский, британский английский, просто замечательная и внешняя, и как педагог, и как человек. В общем, все опять возможные дифирамбы я пою этому человеку. Недавно был скандал, связанный с этой девушкой, потому что она имела, ну, я не знаю, это, наверное, даже смелость, несколько как бы покритиковать. Я даже не знаю. Она вроде бы делала как замечание, как правильно звучать. Она очень часто именно на фонетику обращает внимание. И это вызвало бурю, шквал просто негативной реакции от критиков, от профессоров в Англии, в других странах. И ее очень сильно гнобили. Она очень надолго ушла из Ютуба, но вернулась. Молодец. Восстановилась, вернулась. Вы знаете, что сейчас в мире очень актуальны вопросы корректности, да, полайтнес. То есть это расценили как наезд на определенные группы населения, я так понимаю. То есть она, наверное, хотела сказать о том, что хорошо звучать, это неплохо, но расценили, конечно же, как, знаете, как личное оскорбление некоторые народности, даже которые проживают в Англии. В общем, если вам интересно, посмотрите. Это целая история. Многие отписались после этого, но я ни в коем случае не отказалась от нее. У нее тоже есть свой личный канал, где она рассказывает о повседневных вещах. И даже вот недавно она делала операцию на глаза лазер, но я тоже посмотрела с большим удовольствием на английском языке. Она рассказывала в тонкостях, в нюансах это все. То есть можно смотреть даже с нашими студентами вот такой Everyday English. И здесь, конечно, произношение. Кто любит, кто почитает британское красивое произношение, вам сюда. И что сделали эти мои три любимые девушки из Австралии, из Америки, из Англии? Они вместе записали видео о трех акцентах и о трех разных вариантах английского. Я чуть-чуть перемотаю, чтобы вы понимали, как это выглядит. Ссылочку я оставлю внизу. То есть одно и то же в разных странах они здесь как раз это все проговорили, где-то просмеяли даже, просмеялись вместе, как одни и те же вещи на английском называются в Австралии, в Америке, в Англии. Это было очень увлекательное видео. Я даже немножко делилась на инстаграм-страничке. Это было даже иногда местами смешно, действительно. Так, что еще? Так, реклама началась, да, да. То есть то же самое, например, как они называют резиновые ботинки в разных странах или там вот у нас шлепанцы какие-то. Очень было интересно увидеть, услышать, и мне это очень понравилось, потому что мои три любимицы... Так, рекламу, выключаем. Мои три любимицы объединились. Они знают, конечно же, о существовании друг друга. Это было просто шикарное видео, коллаборация суперизвестных блогеров, которые действительно делают многое для нас, как для учителей и для всех студентов по всему миру. Вот и все пока на сегодня. Это то, что я использую чаще всего. Конечно, я еще смотрю фильмы об этом в другом видео. Я покажу сайт, расскажу, как он работает, потому что тоже с моей студенткой мы пытались вместе это делать. Оказалось, что у нас это происходит по-разному. Так что будет интересно тоже поговорить об этом с вами. Возможно, вы тоже этим ресурсом пользуетесь и как это настроено у вас. Вот и все на сегодня. Спасибо огромное. Обязательно делитесь в комментариях теми ютуб-каналами, которые вы тоже используете с этой целью, где вы изучаете много хорошей полезной лексики, где можно расслышать эту лексику, чтобы тоже это было красиво, визуально и приятно для наших рецепторов слуха. Всем спасибо за внимание. Увидимся в новых видео. И пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok